Приятного аппетита, товарищи инженеры! Меня зовут Фёдор, вы на канале Федисплей. Это игра Факторио с настройками марафона Мира Смерти. Итак, у нас шестой эпизод. Прошлый эпизод был такой половинчатый, так как у меня там часть видео не записалась, и он был сделан с ускорением, была произведена зачистка. Кто видел, тот понимает, какие гнезда были зачищены. Кто не видел, скажу, что все гнезда были выпилены в радиусе загрязнения, плюс я ещё вне записи вот здесь два гнезда убрал. Ну, потому что они мне просто исключительно мешали, постоянно на беге. И сейчас это не нужно. Задача, значит, на сегодня и вообще в целом. Как мы видим, у меня эволюция достаточно высокая. Это из-за того, что я гнезда повыпиливал, 46%. Сейчас нужно сделать... Да, пока я там зачистку делал, у меня ещё вот технологии исследовались. Сейчас мне нужно сделать рывок в технологии по сжиганию жуков, то есть вот сюда. Мне нужен огнемёт. Все вот эти технологии в цепочке, они суммарно, я тут уже посчитал за кадром, ну, кто не верит, можете вот просуммировать, потребуют мне 200 плюс 200 400 плюс 400 800. Это 1000, здесь 1100, так, 1280 и ещё 400, 1680 банок каждого типа плюс серых банок на огнемёты 200 нужно будет. То есть мы понимаем, что нам нужно 1680 банок на то, чтобы всё это исследовать. Теперь заходим в хеллмод и начинаем считать. Хеллмод пока стоит на паузе, поэтому мне это не особо опасно. Вбиваем сюда... Так, где у нас банки? Красные, зелёные, серые я пока здесь не учитываю. Ставлю 1600... Сколько там у нас получилось? 1680. Вбиваем вот так вот, и здесь вбиваем 1680, чтобы мы просто понимали, какие у нас ресурсы в наличии имеются. 1680. Ну и давайте сюда ещё добавим дополнительно, всё-таки, наверное, серую банку. Так. Блин, как тут? Показать скрытые, показать недоступные. Блин, надо было за раз добавлять. Тогда, наверное, вот так вот, да? Да, вот, серый банк. И вот этих серых банок нужно будет 200. Зачем я это делаю? Я хочу посмотреть, сколько мне потребуется всего ресурсов на освоение технологии огнемётов, чтобы просто массовую оборону вести. Потому что если у меня не будет огнемётов, мне будет очень тяжело отбиваться от кусок. Огнемёты позволяют синих кусок, именно кусок синих, сбривать довольно успешно. Потому что плеваки, они, понятное дело, будут накидывать издалека, но кусаки огнемётами хорошо убираются. Потому что тратить бронебойные, я просто устану патроны делать. Теперь смотрим. Раскладываем всю вот эту цепочку на базовый компонент. На базовую составляющую. Тебя сюда. Вас. Вас. Шестерни переводим. Тебя. Вас. Вас. И на основные ресурсы. Вот такое количество базовых ресурсов мне потребуется суммарно на то, чтобы исследовать огнемёт. 24,5 тысячи меди, 8,900 меди мне здесь хватает. 25 тысяч железа мне здесь тоже хватит на стартовом месторождении. 3,500 угля у меня столько точно есть и 2,000 камня. Зачем я это делал? Мне нужно было обосновать то, что мне не нужно никуда вот отсюда в ближайшее время базу перемещать. Соответственно, всё это производство я могу разместить около вот этой стартовой точки и сделать его каким-то таким компактным, чтобы мне проще было оборонять базу, а ресурсы я буду уже добывать в каких-то укреплённых форпостах или в каких-то блокпостах, что-то такое. Теперь давайте посчитаем, сколько и чего мне потребуется для того, чтобы делать одну банку в секунду зелёную и красную. Переходим сюда, выбираем рецепт тебя и тебя. Ну, зелёный я, наверное, зря поставил пока что. Их, может быть, лучше одеть. Ну, хотя ладно, давайте вместе считать. Тебя и тебя. Одну банку в секунду я считаю. Вот время одну в секунду. Собственно, мне потребуются вот эти ресурсы. Точно так же раскладываем на компоненты. Вас, вас, вас. И мы видим, какое количество мне автоматов сборочных, по крайней мере серых, здесь потребуется. Я это всё, конечно, лучше бы перевёл на синие автоматы. Вот так вот, их просто меньше нужно. Потому что я синие автоматы сейчас по пути, в них так или иначе заскочу, чтобы делать... Так, где у нас этот огнемёт? Чтобы делать огнемёты, я в синие автоматы заскакиваю по-любому. И смогу после движков всё заменить на синие автоматы. Поэтому расчёт будем вести через синие сборочный автомат. Вот получаем такой вот расклад. То есть мне нужно схему делать для того, чтобы по одну в секунду в одном автомате. Ну и всё остальное, я думаю, здесь видно. Но меня здесь интересуют базовые ресурсы. Это железные и медные железные пластины. Сколько мне потребуется всего сборочных автоматов на это дело? Потому что всё остальное, это внутрь схемы, каждый зашивается. Тут вопросов каких-либо с этим не будет. Ну и опять же, здесь вот зелёнка, например, делается один к трём. На обычных настроек она делается один к двум. Соответственно, это нужно понимать. Тут уже нужно с трёх автоматов будет подавать ресурсы. Теперь раскладываем эти на составляющие компоненты. Уголь я пока игнорирую, так как это как топливо идёт. Я смотрю, сколько мне потребуется печек для того, чтобы обеспечить вот эти банки материалами. 43, я, соответственно, округляю до 48, чтобы удобнее было плясать на полный конвейер. То есть это 24 в длину, 2 массива по 24 печки. 2 массива таких, которые у меня уже есть здесь на моей стартовой фабрике. То есть 2 вот таких массива полных. Должны производить железо. Далее, 16 печек. Это 24. Ну, это можно полный массив на медь поставить. То есть у меня уже 3 массива получается. Далее, для серых банок мне потребуется ещё камень. Плюс мне нужна будет сталь. Сталь я возьму вот этот массив, который здесь уже есть. Это уже получается 4. И камень тоже буду производить на полном вот на таком массиве. Это 5. То есть мне потребуется 5 таких массивов. Ну и можно просто попробовать тут добавить серую банку. И посмотреть до кучи, что там мне на неё под... Как тут неудобно. Ну ладно, бог с ней. Давайте одну поставим. Штаны через голову неудобно надевать. Остальное всё решаемо. Вот, в итоге мы видим, на сталь нужно 16 печек. У меня здесь, к сожалению, в массиве только 12. Я думаю, это можно заигнорить, потому что серые банки – это такая... Вот последняя технология, которая требует как раз-таки гнемёт. Пока что. Потом можно будет добавить. Дальше смотрим по камням. Тут тоже 16. Соответственно, и 12, и 12 можно просто 2 массива поставить. А камни вообще полумассив воткнуть. Итого мы имеем 2 массива на железо. 1 массив на мете – это уже 3. 1 массив на сталь – это 4. И 1 массив на камень – это 5. Вот такой по ширине. Я не знаю, это сейчас, наверное, на словах звучит. Может быть, как-то не особо понятно, но вот такой стартовый блок переплавки у меня должен быть. Сейчас я хочу его немножко спроектировать, этот блок переплавки. Естественно, собирать я его буду... Так, давайте возьмём копию. Собирать я его буду нано-ботами, чтобы мне тут на это особо времени не тратить. Возьмём кусок и посчитаем... Так, что у меня тут телефончик? У меня готовы лампочки. Ну, пока я ничего больше исследовать не могу, кроме нано-ботов, потому что у меня нет зелёных банок. Поэтому заигнорим науку. Я, наверное, размещать его буду вот в этом месте. То есть он будет расположен вот так горизонтально в ширину, и ленты пойдут вниз с ресурсами. Ну и так как здесь мне немножко мешает вот этот утёс, я сам блок где-нибудь, чтобы мне тут лес-то поменьше урубать, как-нибудь вот так вот шлёпну. И, в принципе, нормально. Ой, нано-боты, стойте. Стойте, стойте, стойте. Теперь. Вот тут вот нужно очень так аккуратно нам сработать. Это я оставляю как есть. Дальше. Вот вас. Вас я, наверное, полностью сейчас копирую. Сюда, сюда, сюда. Здесь то же самое, только с другой стороны тоже копирую. Сюда, сюда, сюда. Ну и выгрузку точно так же. Вас, вас. И здесь столбов немножко не хватает тоже. Ставим столб. И здесь ставим столб. Ну и тут, соответственно, тебя и тебя. Вот такой базовый массив получается. Это массив на... Так. Блин, телефончик. Это массив у нас на... Массив на... Это у нас на... Тебя сюда. Здесь подаем. Таким образом. Ты выгружаешь на дальнюю сторону, железо на внутреннюю. Ты выгружаешь на дальнюю, железо на внутреннюю. Здесь переход идет вот так вот. И тут ее вот сюда. Все, собрали базовый элемент. Нашего массива. Сейчас мы это можем склонировать, сколько нам нужно будет раз. Так, нет. Здесь вот так должно быть. И здесь должно быть вот так. Все круто, но переделывай. Теперь копируем это все. Два железа. Здесь у нас медь. Чтобы мне тут удобнее было ориентироваться, я выкину железо. Кнопка Z выкидывать. Так, нет, неправильно. Сюда медь. Здесь тоже железо. Так. Сюда. Тут у меня пойдет сталь. Сталь надо взять... Наследить, чтобы никто не расселялся. Если только... Как только пойдет какое-то расселение, нужно будет его либо предотвращать, либо фигзан. Это вообще по уму нужно было поставить блокпосты везде, чтобы они не могли расселяться. Но я пока забиваю в болт, потому что мне надо побыстрее в огнеметы выйти. Что время идет. Пойдут скоро синие кусаки, мне с ними будет сложно. Итак, копируем... Копируем стальной цех. Прямо вот как есть. Вместе вот с этим вот. Получаем на выходе... Вот это вот. Здесь дальний. Тут, понятное дело, идет у нас сталь. Стали у меня с собой нифига нет. Ну, я обозначу ее прутком железным. Пофиг. Тут все равно железная руда должна заходить. Вот эту ленту нужно развернуть. Сюда. Так. Тут у нас готовая... Стали вниз выходит. Здесь выходит медь. Полжелеза и полжелеза. Ну, и остался нам камень. Камень будет делаться на обычной полуленте. Камень у нас тут уже какой-то есть. Я его возьму... Так. Ctrl-V с шифтом можно промотать обратно. Хотя можно вот так вот... Можно взять... Да, вот так можно взять сталь. Сюда. Единственное, что это нужно развернуть. И выгружать не так, а... Достаточно. А просто на ленту. Чтобы у нас блоки были. Все. Здесь у нас получается камень. Ну, выкинем. Тут вообще, наверное, нужно было рудой обозначать. Примерно вот такой затар. Сейчас начинаем... Блин, надо было массово начинать крафтить, пока я тут сильной страдаю. Чтобы нам все это разместить. Мне, конечно, еще на наботу потребуется. Вот. Это такая самая-самая минимальная у нас база получится. Конечно, это все нужно будет оборонять. Дальше я компоную шину, расставляю автоматы и начинаю крафтить. Крафтить и обороняться. Так. Это вас раскидываем сюда, тебя сюда. Дальше мне нужен уголь. Ресурс подключу я в самый последний момент. Так, ну, тут, в принципе, на это пофиг. Все равно исследования встали. Это, конечно, не очень хорошо. Так, и, наверное, столько пока что не нужно. Ну, патроны пускай делаются. Фиг с ним. Пригодятся. Это забираем и начинаем массово клепать. Хотя, правильнее, наверное, было бы поставить автомат, который все это собирает. И давайте, наверное, так и сделаем. Вот это вот я отменю. Все равно лент нужно будет много. Ставим первый, второй. А здесь мне бы, конечно, сейчас не помешало вот это вот, но я не хочу ставить минимальную науку, чтобы вот это делалось. Поэтому забьем немножко болт. И вот это место мне не нравится, если сюда пойдет расселение. Здесь черви, они, по идее, не должны никак на загрязнялку влиять. Так что на них пофигу, на этих червей. Один автомат есть, второй сейчас у нас соберется. И еще мне бы не помешал автомат, который, может быть, делал бы зеленые схемы как-нибудь тут. Как-нибудь тоже минимально. Но это нужно здесь протягивать, колхозить, огородить. А мне не особо охот. Так, собираем тебя сюда. Дальше. Быстрые манипуляторы. Дальше ящик. Куда пойдет. Шестерени тоже можно было бы в отдельный сундук складывать. Значит, ты делаешь шестерню, ты делаешь тебя. Все подземные и прочее я, в принципе, и так могу собрать. Проблемы это вызывать не должно. Ну и сейчас пока что работает не очень много печек. Их можно было бы врубить. Да, и еще такой момент. Нужно поставить к производству 40 печей всего. Мне нужно 40... Мне там что-то порядка 200, что ли, нужно печек было. Так что сейчас камень тут насобираем. Камень, в принципе, можно дергать даже потихонечку манипулятором. Можно даже быстрым. Чтобы он гарантированно в сундук улезал. Ну сколько мне тут потребуется? Как-то так. В руках накрафчу. Так, дальше. Тебя сюда. Сейчас придется все очень-очень быстро делать. Но хорошо, что мы тут сделали зачистку все-таки. И я надеюсь, группы расселения не так скоро пойдут. Ну если пойдут. Небольшую группу я выпилю тем, что у меня есть. Наличными силами какими-то. Что здесь у меня все-таки бронебойная крафтится. Можно, кстати, ограничить. Стенка у меня тоже в наличии. Так, здесь ставим. Мне бы нужно вынести на панель тебя. Чтобы не мешало. И нужен еще один быстрый манипулятор. Мне не хватает меди. Так. Все, теперь стало хватать. Тебя подключаем столбом. Столбов. Тут, кстати, можно посмотреть, сколько потребуется столбов. Так, нет. Планом сноса. Столбов нужно 78. Лент нужно 400, 200 манипуляторов, 100 печек. Ну и тут что-то по мелочи какая-то фигня. Это можно, в принципе, забить. Короче, главное 400 лент и 200 манипуляторов. С шифтом, если нажать, то отменяется. Попытка построить. Все. В один стак влезает... Не помню, сколько там влезает. То ли 50, то ли 100. Если 100, то... Да, скорее всего 100. Поэтому 4 стака нужно забрать. Это можно сразу взять. На наботов. На наботов. Я 5 заказываю в руках. И все-таки, все-таки, мне бы не помешал автоматический крафт манипуляторов. А они требуют от себя шестерней. И в таком случае мне нужно либо медь сюда выводить. Ну, либо одну из двух. Проще вывести медь. Так. Так, ну тут... Блин. Проще, да не проще. Не знаю, как тут медь меня забрать. Ну, есть только вот так вот. Огород такой сделать. И медь отсюда разделителем. Там шестерни работают. Так, разделитель. Тут такой мини-мол получается. Шестерни. Значит, сюда фиганем производство. Да, медного кабеля, конечно, тут вообще не хватит. Буду один к одному делать. Не очень эффективный курс будет. Но, тем не менее, какой есть. Сам манипулятор потребует шестерню, железную плиту и электросхему. Его... Ой, видите, сразу что пошло. Сразу не хватает производства базового железа. Так. Тебе сюда. 46,7%. Пока нормально. Даже на 50%, в принципе, ничего страшного происходить не будет. Потому что кусаки ведь не сразу пойдут. Какими-то там синими и большими ордами. Это нужно просто иметь в виду. Так. Разделитель готов. Ставим сюда. Здесь у нас нужно сделать вот так вот. Ну и немножко вот такой вот огород. Я понимаю, что это все сейчас не очень тут по рейтам. Но скоро мы от этого уйдем. Потому что я ставил задачу как можно быстрее. Нагружаешь. 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 Этот блок. Надеюсь, загрязнение у меня не очень сильно улетит. Особенно сюда. Здесь, по идее, лес должен блокировать. Здесь тоже лес хорошо блокировать. Вот это меня пугает. Вот эти, потому что не вычищены. Их бы тоже, конечно, имело смысл на этапе зачистки убрать. Но уж как есть. Менять, к сожалению, что-то здесь я не могу больше. Здесь давайте вот так вот сделаем. Чтобы мне мешало. Потому что я тут хочу манипулятор собирать. Ну и столб можно сдвинуть. Блин, один фиг мешает. Так. Собираем сборочный автомат. Тут у вас здесь кончился уголь. Угля можно... По большому счету здесь столько патронов сейчас не надо. Давайте это ограничим. Чтобы просто производство не гнать. Оно сейчас тут все встанет. Накрафтит железо в печках. Иначе это просто загрязнение генерирует впустую. А это не очень хорошо. Так. Ну и тут выставляем производство манипуляторов. Шестерню придется немножко по ленте подать. Так. Зря этот крафт нажал. Вот так. Ну тут с этим тоже вроде как проблем никаких нет. Запускаем манипуляторы. Единственное, что выгружать будет, конечно, не очень удобно. Выгрузку сюда. Ждем остальных манипуляторов. Пока они дойдут. Ну а это сейчас расставим. Тут как раз и получается... Да, кстати, я не знаю, там посмотрел или нет, сколько мне нужно на это все дело будет буров. Здесь. Тут, естественно, нужно вот на эти поменять. 27 буров таких потребуется. И 10 буров на медь. На медь точно влезет. Вот это влезает, насколько я понимаю, прямо впритык. Потому что здесь раз, два, три, шесть, семь, двенадцать, двадцать четыре. Да, нормально все влезет. Побурить отсюда можно будет. И я думаю, что как раз мы до огнеметов дойдем. И можно будет вот это место как-то защитить. Если сюда, конечно, сейчас не попытаются расселиться. Так. Дальше, значит, тебя выгружаем сюда. Тебя выгружаем сюда. Тебя сюда. Так как железа сейчас не хватает, я немножко вручную сейчас это все накрафчу. И там надо посмотреть. Возможно, камень уже готов. Мне на схему, по расчетам, сколько там требовалось. 100 печек. 100 печек, это, по идее, мне еще надо. 10. Не хватает пока что. Еще 30. Сразу поставить просто, чтобы потом не думалось. 2, 2. Так, столбы. Которые не столбы, а опоры. 2. 2. Здесь. Дальше. Сюда. И сюда. Надеюсь, ничего не перепутал. Сейчас это все так у нас быстро идет. Окей. Железо разогналось. Я постоянно буду переключаться на карту загрязнения, чтобы... Ну и не только загрязнение, чтобы не понимать, откуда и куда идет какое население. Вот уголь вот этот нужно будет потом сразу забрать, потому что мне иначе энергии не хватит. Все это дело. Каким-то образом здесь обслуживать. Ну, в плане электричества. Так, у вас сюда. Здесь до сих пор так... А, понятно. Никто не скрафтится. Потому что железо не подается. Так, сколько тут? Сотка. 350. Но на ботов мне, конечно, не хватит, наверное, все на это дело. Увы. ББшки надо продолжать, конечно, клепать. Потому что потом можно будет сразу позакидывать. Так, давайте я сюда. Надо заменить, наверное, часть манипуляторов на синие. Ну и продолжать, естественно, расставлять сюда. О, массив прям хорошо заработал. Так, все. У нас появились первые манипуляторы. Тут прям даже их так хорошо накрафтилось. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3, 4. Сюда. Тебя и еще один нужен. Так, здесь нужно это все ограничить заново. Тут нужно ограничить так. Манипуляторов сколько там? 100 штук потребуется. Туда нужен 2 слота. А, ну 2 слота ограничено. Это good. Все, поехали. Сейчас должно достаточно быстро здесь все у меня начать производиться. Единственное, что шестерень на все это дело не хватит. Хотя и вон этого не хватает. Не хватает, потому что нагрузка медленно меди идет. Давайте медь туда тоже забустим чуть-чуть. Тут в целом нормально. Прям массив хороший стоит, медный. Так, вас, вас. Тебя. Ну все, лент на, по крайней мере, на этот массив у меня уже нормально так накопилось. Ну, ленты я продолжу делать, потому что мне нужно будет ведь ресурсы подводить сюда правильно. Печек 95, печек чуть-чуть не хватает. Печки можно было бы, конечно, рассчитывать на стальные печь, но нет. Так, тут накопилось. Пускай камень будет запасть. Еще 5 закажу. Хотя лишний камень можно скинуть. Что-то в пустую будет лежать. Все. Побежали расставлять, и я параллельно буду на наботов заказывать. Ну, в руках пускай делают. Здесь пока все это у нас, наверное, крафтится. И да, мне еще столбы нужны. А на столбы мне нужна медь. Столбы, конечно же, я не буду автоматически делать. Лучше прям в руках накрафтить. Меди только подворовать тут. Которой нет. Тогда давайте усилим производство меди чуть-чуть. Раз такая беда у нас. 1, 2. 3. 1, 2, 3. Окей. Можно идти расставлять. Не знаю, на наботов тут на сколько хватит. Естественно, руками все это ставить не такое. Здесь я помогу поставить. А вот всякие печки, столбы... Долго. Загогулина одна лента получилась. Почему я не использую разделитель? Ну, потому что манипулятором можно делать... Ну, в плане погрузки угля можно делать то же самое, но по ресурсам это дешевле. И манипулятора тут будет хватать. Так, одну ленту я пропустил. Этого здесь не нужно. Так, тут у нас выходят блоки. И здесь, наверное, имеет смысл прикрыть, может быть, это турельками. Что-то фиг его знают. Вдруг пойдут. А тут у меня уже поставлено. Хотя бы отвлечет на себя огонь. Пока отвлекает, пока убивает, я уже смогу как-то сориентироваться. Сюда. Так, ну это чтобы руками не собирать. Естественно, лучше наноботами сделать. С этого края тоже можно поставить. Нанобот продолжает клепаться у нас активно. Так, вроде нигде никакого расселения пока нет. Лента сюда. Лента сюда. Печки тоже, в принципе, можно расставлять руками. Тут ничего сложного нет. Если я все, конечно, правильно посчитал. У меня нанобот кончились. Вот это поворот. Так что наноботы, видите, все равно тоже ресурсы хавают. Поэтому нужно будет сейчас и периодически подбегать. Так, тут крафт идет. Сколько здесь? 37. Вас забираем. Не успевает нагружать. Давай-ка тебе поставим вот так. И наноботы потребуют, конечно же, меди. Меди вроде побольше стало уже. Отсюда можно это подворовать. Да, всего лишь 7 наноботов. Вообще, тут, конечно, надо было бы поставить... Надо было бы поставить, возможно, крафт такой. Ну, чтобы сами капсулы эти крафтились. Ну, я пока сейчас руками тогда пора оставляю. В принципе, еще до крафтится. Мне в любом случае еще нужны будут подземные. Сколько их там? Как-то так. Так, еще разделители нужны. Манипуляторы. Манипуляторы тоже можно руками расставить. Ну, что поделать, наноботов нет. Будем так ставить. Сюда. 2. 2. Тут хорошо видно, где не мигает. Потому что электричество не подключено. Значит, я там наноботов не поставил. 2. 2. 2. Ну, и опять же, к тому моменту, как у меня нанобот накрафтится, у меня, наверное, уже и манипулятор там успеет скрафтиться. Сюда, значит, железо-железо. Медь-железо. Тут какая-то странная у нас, Господня. Нужно будет обойти. 1, 2, 3 линии. И четвертая линия на камень. Тоже сюда подводим. Пока я подбирать ничего с земли не буду. Кончились у меня манипуляторы. Но наноботы, благо, есть. И кончились печки внезапно. Значит, я что-то неправильно по печам посчитал. Я закажу еще десяток. Надеюсь, их хватит. 2. 1, 2. Все, все печки. Да, вроде как все печки готовы. Сейчас можно попробовать, пока у меня копится ресурс. А, нет, вот еще печки не хватает. Пока копится ресурс, распланировать схемки на производство банок. На производство банок каждого типа, чтобы вот этого всего не ждать. И дальше запускаемся. Запускаемся тут, наверное, вот это я, наверное, производство все отменю потом. Так, тут, чего мне еще не хватает? Опять медяха. Везде сущее, которое постоянно... Нехватка идет у нас полная. Гранаты я заберу, с ними воевать проще. Железо тоже забираем. Еще мне нужно будет накрафтить штук, наверное, 20-30 буров, чтобы просто весь ресурс направить. Можно, в принципе, пока у нас ничего не запущено, сделать подготовку, откуда пойдет... Откуда пойдут ленты с железом? Я думаю, что вот так вот их вывести. Тут это можно подразобрать немного. Всяко здесь. Толпы не побегут. И ленты пойдут вот так вот. Сколько мы там насчитали? 27. Это 13,5. То есть, по сути, у меня здесь пойдет одна лента с железом полная. И она будет половиниться, ну, распределяться между печками. Не половиниться, распределяться. И здесь же пойдет лента под уголь. Уголь у нас, видимо, пойдет сбоку. И уголь пойдет вот по вот этой ленте. Я не знаю, возможно, где-то позже здесь будет у меня вокзал сделан. Уголь я хочу немножко сбоку от железа провести, чтобы он не мешал. То есть, уголь у нас пойдет тут. Как-то так. А, железо пойдет здесь. Ну, тут еще будет разводка по этому самому железу. Подземные конвейеры. Сделаем сюда. И на подземку выведем. Тут, в принципе, тоже можно было бы на подземные вывести. Мало ли, жуки придут. Уголь можно сразу подключить, пока у нас все остальное крафтится. Ну, не подключить, а опять же подвести ленту. Уголь пойдет вот отсюда. Благо, здесь у нас добыча уже организована. Хоть какая-то. Так, у меня осталось 80 лент. Можно начинать планировать под добычу железа. 300-600 как бы нам тут расположить, так, чтобы побольше влезло. Вот этот столб придется перестать. И у меня столбы кончились. Их надо уже заказать. Не хватает ингредиентов. Не хватает медных пластин. Так, вас забираем. Дальше забираем манипуляторы. Тебя еще нужно пару печек скрафтить. И забрать медь. Медь взяли. Можно было бы дорожки сделать, но не хочу пока. Это сейчас не критично. Это некомфортно, но не критично. Забираем тебя и заказываем 10 печек. Дальше. Нужна ли мне древесина? В общем, вопрос. Мне нужны столбы. Столбов не хватает. Это можно открыть. Тут, кстати, кто не знает, есть вот такая фишка. Можно просто красным планом провести. Пройти и с шифтом обратно. Уйдь. Правда, если у вас нано-боты будут включены, они это все посносят. Так что я просто руками ее отключаю. Вопрос, где мне дерево забирать? Что-то я забыл про расселение. Заболтался. Надо внимательнее за этим следить. Но вот эти не дойдут никак по воде, не пройти им. Здесь вроде как пока никто никуда по загрязнению не доходит. Я включу когда вот эти цеха. Они, скорее всего, будут коптить очень хорошо. Поэтому нужно будет сразу же массово начинать турельки ставить. И перед тем, как запускать банки, я думаю, нужно врезаться будет на производство турелей. Ну, автоматически поставить производство. Там все-таки меди уже будет хватать. Ладно, я думаю, пока деревьев хватит. Это можно 47 заказать еще. И у меня еще 25 деревьев остается. Так, в принципе, норм. Здесь закрываем стенку. И давайте дальше допланируем, что мы тут начали. 5, 6, 7, 10. Это можно не ставить. Здесь столбы, которые не столбы, а опоры, они мешают. Тебя уберем. Так, и это все пойдет у нас в направлении взад. 1. Здесь придется делать вот так вот. То есть делать смещение. Иначе мне просто это не запитать будет электричеством. Ну, и столбы пойдут вот так посерединке. И тут ровно... Итого сколько у нас получается? Итого у нас получается 19 буров из... И 19 из 27. Ну, следующий ряд я просто его скопирую и поставлю вот сюда. Вот эти снесу. Оно тут просто мешает. Ну, в таком случае... В таком случае... Вот это я уберу. Так, и здесь сделаем... Вот сюда линию. Это можно убрать. Хотя... Ну да, а здесь... Тогда объединить с разделителем, с еще одним. Это забираем. Это все забираем. Здесь у нас кончилась... Кончилась руда. Так, что у нас с манипуляторами, с лентами? Ленты у меня аж 400 штук. Тут можно, наверное, вот так уже ограничить. Манипуляторов тоже уже нормально. Скоро нужно будет начинать массово, наверное, крафтить сборочный автомат. Так, вас забираем. Я надеюсь, идея моя понятна, каким образом, какой стратегии я решил пользоваться. Я вначале сделал зачистку, а потом резкий буст производства делаю. Главное следить. Как я уже сказал, следить за тем, чтобы не набегали. 1, 2, 3. 2 нанобота. Опять не хватает меди. Надо что-то с медью, наверное, сделать или как-то поставить, накапливаться ее в ящик, что ли. А, у нас базовой добычи не хватает. Значит, нужно базовую добычу расширить. Плюс у меня один бур сейчас есть. Вот к нем. А, и вот здесь с камнем тоже можно убрать. Тут сейчас столько камня, в принципе, нафиг не нужно. Так. Здесь сделаем вот таким образом. Этот бур я пока отсюда уберу. Тебя убираем. И разворот сюда. И здесь столбы пойдут так. Блин, по серединке столбов немножко не хватит. Ну ладно, пофиг. Бог с ними. Это выводим сюда. И еще один бур у нас не докрафчен, к сожалению. Этот поставим так. Ленту можно увести выше. С углем чуть позже. Уголь тут тоже влезет. Нужно будет стенку перенести. Хотя можно сейчас, наверное, перенести. Хотя бы вот так вот сдвинуть. Сюда. И вниз. Давайте, убирайтесь. Турельки можно пока не переставлять. Смысла нет. Тут, кстати, у нано-ботов есть исследование, позволяющее утес сносить. Но там что-то как-то дорого вообще прям получается. По ресурсам. Все это дело. Так, нано-ботов я пока дальше построить не могу. Здесь я хотел сделать разделитель. Он же будет объединителем. И эти патроны можно вот так вот сдвинуть. Ой. Ну, дальше видно будет. Как тут опустить. Хотя, блин. Ладно. Я не знаю, как оно будет. Там еще нужно балансер будет ставить. Так что пока не очень это удобно. Железо будет у нас делиться... Пойдет, наверное, как-то вот так вот. Так. Повернем сюда. И... Я думаю, что здесь нужно поставить еще одно укрепление. Тут патроны не закинул. Да, нано-бот, конечно, дорогущая штука осталась. 47,5%. А у меня еще исследование не пошло. Я посчитал по времени. Мне нужно будет полчаса продержаться до того, как откроется пулемет. Если я буду одну банку в секунду потреблять. Ну и производить. За полчаса исследуется огнемет. Пулемет, вроде сказал. Огнемет. Но за это время, я думаю, успею сдерживать атаки. И уже потом расставить какие-то... Какие-то минимальные там укрепления. Можно было, конечно, бронебойными уже закидывать. Так. Это установлено. Давайте манипулятор расставим, сколько получится. Сюда, сюда. Так. Вас. Все, нано-бот кончились. Недолго мучилась старушка. В высоковольтных проводах. Ну и манипуляторов у меня так-то тут не очень много осталось. Еще такой момент. Нужно будет посмотреть, сколько там нужно уносить это дело электроэнергии будет. Потому что по электроэнергии я точно впухну. Прям так нехило. Все, кончились. И коптить это все тоже начнет очень хорошо. Так, тут столбы не установились до конца. Надо продолжать делать нано-боты. Сколько получится. Остальная фабрика пока работает как есть. Это все забираем. Заказываю десяток. Вас. 64 штуки. Вас 200. 512. Я пока, наверное, остановлю производство. На одном стаке. Смысла нет. Данные патроны... Вот это все можно, я думаю, уже разбирать смело. Буры отсюда снимаем. Тут производство патронов не нужно. Если даже ко мне кто-то придет, это мне не поможет уже вообще никак в HP. Просто эти патроны оставим. Здесь тоже можно снимать потихонечку. Так, у нас куча железа есть, которые можно разместить, например, сюда. Железо. Внезапно поток железа как-то прям иссяк вообще. Можно этот пока вверх направить. В принципе. Здесь когда-то был уголь. Но... Увы и ах. Все когда-нибудь заканчивается. Это отсюда убираем. Это убираем. Печки убираем. Вас убираем. Это убрать. Убрать, убрать, убрать. Еще банки остаются лишние. Так, Доня. Кот пришел поздороваться опять на ролик. Любит он это дело в последнее время. Блин, нано-боты не расставляйте, пожалуйста. Да, кончились буры. Еще бы надо немножко вот собрать буров. И вот этот стол подсюда можно какой-нибудь сюда переставить. Коннект все равно остается. Ну и тут пока, чтобы подпитать... Да, блин. Сейф. Подпитать добычу. Сделаем. Замечательно сделал. Сделаем вот так. Так, отлично. Тут пошло. Там бы, конечно, балансер поставить по уму. Но ладно. Уж как есть. Что у нас по загрязнениям и расселению? Расселения пока что никакого нет. Вроде тут довольно шустро все это делаем. Манипуляторы можно забрать. Нано-боты нужно продолжить делать после... А, по-дому буду заказывать после буров. Так. Меди не хватает. Я надеюсь, эту проблему мы скоро решим. Появились у нас дополнительные буры. Дальше я просто разверну ленту в другую сторону. Да, что-то тут по столбам я... Как-то немного просчитался. Ну, ладно, вот так сделаем. Фиг с ним. Еще один бур. Готов. Так, теперь нужно протянуть линию с медью, чтобы не тратить на это время потом. Ну, и расставить остатки, что тут нам позволяет. Так, ты идешь сюда, тебя подбираем. Здесь ровно то же самое. На сталь, к сожалению, не весь поток будет доходить. Но это... Можно, наверное, думаю, разбалансить потом как-нибудь будет. Так, тут у нас идет медь. Здесь мы уходим. Подземный конвейер. И ты идешь сюда. Немножко сэкономим ресурс. Палку можно забрать. Медь у нас идет отсюда. Камень отсюда. Медь я тогда забираю. Сплиттеров у меня не осталось, к сожалению. Заказываем еще. Медь у нас пойдет. Ну, в принципе, можно здесь прям линию пустить. Медь у нас в этом месте. Да, давайте обратным ходом пустим. Должно нормально получиться. Расселение проверяем. Никакого нет. Здесь вроде загрязнение немножко остановилось. Не идет. 47,8 эволюции. 7 часов 23 минут. Эволюцию я сейчас, конечно, очень сильно разогнал. Благодаря тому, что атаковать начал. Ну, или из-за того, что атаковать начал. Активно Жуков. Вот конец. Но они мне не должны мешать. Паранойя, конечно, небольшая есть. Это от того, что непонятно, откуда, куда, там, где прибегут. Приходится смотреть постоянно. Но это все так. Такие мелкие страхи, не более. Вот это сейчас все. Я планирую, наверное, ну, точнее, думаю, что нужно переставить. Это давайте уберем. Нафиг оно не нужно. Это убираем, это убираем, это убираем. И оперативно... Так, места хватает. Оперативно передвигаем в сторону. Так, тут у нас столбы нужно убрать. Я, конечно, тут пока что руками все это передвигаю. Ну, да ладно. Начну, наверное, снизу. Тут все равно столбы будут запитаны. Лента переходит у нас сюда. Ну, а она, понятное дело, что потом вниз пойдет. Ну, и тут соединяем каким-то таким образом. Вас можно скинуть. Мне нужно обратно взять медь и продолжать крафтить на нано-ботов, нано-капсулы. И еще, наверное, парочку буров. Как-то это все параллельно так буду делать. Так, тут буры 9 штук. Можно, наверное, здесь вот расставить. 5, 6, 7, 8, 9. Ну, тут 2 бура как раз таки не хватает. Я их сейчас поставлю, и с этой стороны буры пойдут... Я думаю, тоже, наверное, можно вплотную ставить. Так, тут 1600 нормально. И столбы здесь уже будут у следующих буров. Один. Причем они пойдут так же, наверное, как вот эти. Поэтому это можно все просто закрыть. Нет, копипастить не буду, не хочу. 2, 1, 2, 7, вот, вот так. Так, столбы здесь пойдут один, второй, один, второй, один, второй. Тут лишние столбы можно убрать, они не нужны. Ну и по сути у нас получается вот так все месторождение покрыто. Заново будет бурами-столбами. Данные патроны можно убрать, пускай в мешке лежат. Уголь пока в кармане в запасе лежит. Манипуляторы забираю. И мне еще нужна медь. Скрафтилось два дополнительных бура. Буры потом под конец еще можно докрафтить. Но я закажу на капсулу. Не хватает. А буры направим вот в это место. Первый, второй. Разогнали очень жестко сейчас загрязнение. Ну, буров стало больше, понятное дело. Можно даже по продакшну посмотреть, что у нас по загрязнению пошло. Вот буры упали и стало чуть больше. Сейчас 447 генерят буры. Убийство мне неинтересно, предмет пока тоже. По электричеству. Близка просадка. Надо, наверное, сделать еще один бойлер и пару... А, у меня есть два движка. А бойлер не поставлен. Тогда бойлер... Это, видимо, я между сериями тут их успел на крафт поставить, но не установил. Так, и что нам тут мешает? Нам тут мешает... Нам тут мешает линия. Давайте я его вот так сдвину. И нужен манипулятор деревянный. В смысле, твердый. Так, и сейчас нужно разогнать немножко производство угля, потому что его тут не хватает. Под уголь мне потребуется железо-медь. Это можно... Железо можно отсюда дернуть. Медь придется опять подбираться. Сколько тут получится взять? Один, два. Да, смели что-то вообще какая-то беда. Хотя можно сейчас, конечно, было бы направить вот сюда вниз и начать здесь резкое производство. Давайте-ка я схожу туда, установлю остатки. Надо манипулятор, надо уже прекратить делать. Они пока что мне не нужны будут сейчас. Надеюсь, что вот уже текущих хватит. Ну и камень, понятно. Сейчас тоже линию вверх проложу. У меня еще 300 лент есть. Нанобот, конечно, убирает кучу геморроев с ручной расстановкой. Ну да, ресурсы требуют. Ну что поделать. Вроде бы все расставлено. Я надеюсь. Кроме разделителей. Один. Ну на разделитель у меня, к сожалению, тоже миди нет. Ладно, с разделителями позже. Здесь нужно вторую ленту направить с камнем. Сюда. Что-то там установилось. Не знаю что. И камень пойдет параллельно меди. Позже эти ленты можно с другого места будет откуда-то подсосать. Как-то так. Тут, кстати, удобнее было бы, наверное, сделать так, чтобы вот правая лента была с медью, а левая с камнем. Чтобы здесь на разводке не тупить. Так что вот это пойдет каменная, а вот это пойдет медная. Сейчас я там снизу. Главное не забыть поменять. Сейчас поменяю. Но давайте поставим доп буры на уголь. Тут, к сожалению... Блин, турелики мешают. К сожалению, по-быстрому не поставить. Может быть, вообще, конечно, переиграть расположение буров. Турельки обязательно нужно вернуть. Так, нет. Вплотную к стенке поставить, чтобы не мешали. Тут три. Тут три. Я думаю, этого достаточно будет. Потрошки. Дальше. Вас. Вас. И вас. 7,5 часов. 48% эволюции. Эволюция от времени сейчас идет очень-очень медленно. К 50% она уже прям от времени сильно-сильно замедляется. От того, что изначально там есть. Так что... Особо тут переживать по этому поводу. Под конец не приходится. Сейчас немножко тут, возможно, просадка будет. Так. 366. Ну, это тут крайне мало. Грибы на утес. Окей. Это включили здесь. Сюда. Включили да не до конца. У вас. Начинаем снимать. Самое главное в этой игре. Все круто, но переделывание. Никогда не меняется. Тут тоже смысла нет ставить на 600 угля. Вообще никакого. Так. Как у меня здесь буры пойдут? Вот в чем вопрос. Давайте я сначала эту линию уберу. Выход сюда. Столбы убираем. Так. Буры пойдут. 4, 3К. А, еще здесь у нас до уголя есть. На, тогда. Может, как-то так повернуть? Блин. Не совсем удобно забирать, конечно. Сколько здесь угля у нас? 84. Ладно. На это можно болт забить. Это какие-то сопли тут вообще непонятные. Здесь ставим по 2. И чередовать будем так же, как мы раньше уже делали. Через 2 здесь у тебя 200. Этого мало. Ставим по 2. Здесь столбы можно перенести вниз. Чтоб тут они не мешались. Хорошо, это переиграно. Там, надеюсь, меди уже накопилось. Я пока не крафтил ничего, потому что все равно ресурса нет. Сильно там разгонять пока не хочется. Так. Хотя, в целом, я уже готов цех запускать. Надо, наверное, включать его уже в работу. Хватит тут. Но, блин, чтобы его включать, надо, наверное, хотя бы частично его завести. Уже будет нормально. Так что, оставляю вот эту здесь. Тебя разворачиваем в другую сторону. Уголь. Блин, уголь. Не до дела. Не хватит мне по углю пока. Так. Тут работает. Здесь доделана лент. Немножко не хватает лент. Нужно все-таки побольше, наверное, заказать. Даже вот так. Манипуляторов вроде пока достаточно. Оставим, как есть. Потом, если что, можно было бы банки поделать на это дело. И тут заказываем нано-ботов. Хотя бы несколько штук. Так. Блин, нано-бот. Не надо это расставлять. Это у меня под уголь запланировано. Это пока вскроем. Хорошо. Железо пошло. Запускать, не запускать. Вот в чем вопрос. Черт. Разделитель я так и не сделал. Ну, один сюда, второй сюда, третий. Камень у нас идет вот по этой ленте, да? Здесь у нас идет медь. Соответственно, тут сейчас немножко переигрывать будем. Камень идет сюда, медь выходит вниз. И у меня нету разделителя. Разделителя до сих пор не хватает. А здесь тогда... А, вот. Его можно убрать и сделать вот так. Подземный, точнее. Медяха выходит сюда. И спокойно заводим его в разделитель. Железо пошло. Ну что, давайте подключаем цех. Посмотрим, как будет работать. И что у нас по нагрузке будет? Потому что я думаю, что придется еще скрафтить, наверное. Немножко энергетики. А то текущего не хватит. Тебя два бойлера. Медяху забираем. Что по расселению? Нету, 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 нету. 48 и 3. Ну, синих пока кусак все равно не пойдет. А в Т2 кусак я убью. С ними проблем быть не должно. Вот это меня тоже немножко пугает. Отсюда могут начать набегать. Не хотел бы я. Раньше времени с ними там ссориться. Так. Вас забираем. Бурые. Бурые, которые не подключены. Заказываем еще один на крафт. И мне нужен еще сплиттер. Бурые эти нужно подключить. Так. Раз тут у нас по такой схеме идет. Здесь можно поставить сюда. Сколько здесь? 4 и 3К. Будет сюда. 7. Эта линия пойдет вот так. Ну и дальше тут уголь. Посмотрим, как нам его лучше сделать. Здесь разворачиваем. Нет, пока не разворачиваем. Нет, пока разворачиваем. Подожду разделитель. Ладно. Ужас. Вот так вот нужно поставить. Сюда. Тебя убираем. Тебя разворачиваем. Чтобы у нас эта часть продолжала работать. И эта. Причем приоритет выхода влево. Чтобы вначале шло на бойлеры. Дальше. Нужно поставить еще один бойлер. А то мне тут не хватает. И здесь бойлер, к сожалению, не влезет. Придется тогда столб обратно вернуть. Здесь. Тебя сюда. Да. Там мешает. Так. У вас. Там мешает дурацкий утес. И мне нужен подземный. Подземный потребует у меня железную пластину. Железную пластину можно отсюда взять. На подземную трубу. Так. Тебя сюда. И подключаем. Расселения вроде пока нигде нет. Блин. Плохо. То, что я часовые турели не поставил. Часовые турели хороши тем, что я точно увижу, когда пойдет расселение. Потому что у меня заморгает уведомление. О том, что на меня идет атака. Вот это была моя ошибка. Не ставить часовые турели. Прям такая серьезная ошибка. Блин. И с углем. Может быть я поспешил, конечно. Но я сейчас... А, нет. Уголь пошел уже. Я сейчас, конечно, уголь, который у меня в карманах есть, туда на железо скину. Чтобы у меня производство железа уже пошло. И я оттуда мог частично ресурсы забирать. Потому что здесь все просело к черту бабушке. Так. И тут почему-то не хватает столбов. Или чего-то... Да, со столбами какая-то беда. Что-то где-то не подключено. Жженый крот. Вот это мне не подключить будет. Это нужно смещать на одну клетку. Делаем тогда так. Вот это все нужно... Все круто напеределываю. Это все вырезаем. И ставим вот сюда вот. Тогда все будет нормально работать. Но это камень. Это не самый высокий приоритет. Это можно пока оставить. Мне сейчас главное раскидать уголь тут по печкам. Чтобы хоть как-то оно заработало. Во, хорошо. Ну и тут можно с наноботами постоять. Ну вот видите, ошибка какая. Нелепая. Это я помогу разобрать так. Вот так вот и проектирует у нас самолет. Все. А на этих столбах можно сэкономить. Они-то не нужны. Так. Вас сдвигаем. Вроде... Да. Вроде все по-человечески сделали. Даже уголь пошел сюда подаваться. Это good. Тебя развернем. Тебя сюда. И тут не везде уголь подается. Сюда. Надо расставить манипуляторы. Здесь хватит желтых. Если увеличивать массивы, то нужны будут синие манипуляторы. Так. И... Блин. И здесь у нас угля. Да? Не хватает. Уголь тут должен... На дальнюю сторону идти. Здесь можно сделать такое вот хитрое решение. Сейчас разделить и скрафтится. Ну, к сожалению. Из-за того, что тут вот так столбы приходится сейчас ставить. Так. Ты в работе. Будем вот так делать. Он отсюда будет перекладыван в дальнюю сторону. Все. Здесь пошло. Уголь запустили. Осталось разобраться по меди. И можно начинать накрафчивать массово буры. Наверное, будет. Так. Чтобы хотя бы месяц снабдить. На. На них не хватает уже железа. Ну, все. С железом приплыли. Придется бегать. Придется бегать вниз. Ну, давайте схожу один раз. Но, тем не менее, мы уже один блок базы перенесли вниз. И заложили, так сказать, первый кирпич под наше будущее производство. Один. Два. Разделителей здесь вроде как больше не нужно. Ну, и нужно будет еще расставить, конечно, по периметру везде турельки. Но это я, наверное, уже буду в следующий раз делать. Потому что сегодня время серии, увы, подходит к концу. Ладно. И действительно, я, наверное, серию буду заканчивать. Вот. Надеюсь, было интересно. Сейчас как раз у нас такая пора, когда выяснится, сможем ли мы победить или нет. Но выяснять мы будем уже в следующий раз. На сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok